добрый день мир благодать вам всем я хотел начать слово божие рассказать о чем суть библии суть евангелия потому что многие люди вопросы дают мне и ваши у вас есть наверное вопросы что такое библия зачем его читать о чем она говорит я хочу рассказать суть евангелия я начинаю первый урок от я на святое благовествование глава 1 1 стих в начале было слово и слова было у бога и слова было бог она была в начале у бога все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть да все понятно здесь да вот первый стих который я прочитал когда было мне 25 лет это было давно давно я прочитал начало было слово слово было слово бог и все через начало через него начало быть все понятно у меня всегда вопрос по всем начало было кто кто такой бог и здесь говорится о том что все через него начало быть то есть бог он творец он творец небо и земли он сотворил все что мы видим что мы не видим, ангелы, и все, Он сотворил. Поэтому первое, что мы должны знать, что такое Евангелие, что Бог есть, Он есть творец, Он любящий творец, Он сотворил все, Он сотворил для своего блага, Он сотворил все для человека. Когда мы смотрим на звезды, это впечатляет нас, почему? Потому что она не имеет границ, она безгранична, бесконечна. Поэтому, когда я смотрю разные каналы про звезд, про галактик, мне это очень удивляет, я с удовольствием смотрю, потому что она сила Божия, то есть Бог сотворил. Да, некоторые думают, что не Бог, это сам из взрыва получился, нет, мы вот как читаем Слово Божие, все очередное начало быть. Если будем исследовать больше, 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 мы увидим, что какая-то невидимая творческая рука, разум, да, это сделал. Слово, это значит разум, это мысль с большой буквой, то есть все через него начало быть. То есть Бог задумал сотворить небо и землю, да, и у Него есть разум. И в Библии, когда мы читаем Святое Писание, там много говорит о Его разуме, что Он не следим. Поэтому Бог, Он есть Творец. Он сотворил не только небо, Он землю, Он сотворил за шесть дней все, что мы видим. Все живущее, все дышащее сотворено им, Богом. Поэтому Он сотворил лошадей, Он сотворил все. Например, я люблю лошадей. Почему лошадей? Потому что Он сильный, можно скакать на нем, и Он умный, Он понимает хозяина. То есть, если видишь, да, Божье творение, это все говорит о том, что Бог такой Творец, который человек задумывается, когда смотрит на Его творение. Например, на цветы или там на рыб. Ты смотришь, ты удивляешься, как она живет, как она работает. Даже наша кровь, если его исследуют сейчас медики, ученые до сих пор не могут дойти до сути, как она работает. И в крови есть жизнь. Поэтому Бог сотворил все. Из невидимого Он все сделал видимое. Поэтому мы можем познавать Бога сперва, смотря на Его творение. Когда мы смотрим, мы можем увидеть, услышать в своем сердце, как все унесу бьется. То есть, реки текут, моря заполнены, рыбы плавают, птицы летают. И многие психологи говорят, если тебе очень трудно идти в такое место, где тишина или горы, где речка течет, там сядь и услышь свое сердце, услышь свои чувства, да. Увидь, посмотри. Да, это правильно, хорошо. Но Бог хочет, чтобы мы были действительно похожи на него, Бог хочет, чтобы мы его увидели, узнали именно сперва через его творение. Когда мы много смотрим на творение, да, ну, кто живут в городах, да, они мало хотят, потому что суета, всегда на работу, с работы, домой, вот так, телевизор, дальше. А кто в аулах живут, они постоянно с этим соприкасаются и смотрят, вау, как, да. И даже тоже в аулах тоже люди уже устают от коров, от домашних животных, матерятся, да. Почему? Потому что там человек сотворен, чтобы быть с Богом. Человек сотворен, чтобы, для чего он пришел на эту землю. Кто я? Что будет со мной? То есть человек, у человека всегда есть вопрос, будут вопросы, я думаю, у вас тоже есть вопросы. И вот я делюсь сутью Слова Божьего, то есть Библии. Сперва, первое, мы должны знать, что Бог есть, Бог, Он творец, Он сотворил все. Он сотворил для своей славы, Он сотворил все у Него идеально, совершенно. Любой живот, не возьми, например, домашний, да, корову мы, доем, молоко пьем, после него мясо его кушаем, из его кожи делаем, то есть пальто, все можно, да. Безотходное Божие творение, безотходное, ничего не остается отходным, да. Даже кизяк, который из коровы, из лошадей, которые мы делаем, она тоже идет как топливо. Видите, как Бог все сотворил прекрасно. И Бог хочет, чтобы мы познали Его. И вот первое условие Библии, да, мы должны познать Бога как Творца. Он творец, Он творец совершенный, всесильный, всемогущий творец. И Он хочет, чтобы мы познали Его как Творца. И когда мы будем думать, что Он творец, и принимать Его как Творца, да, Бога Творца, тогда другие двери открываются, другие шаги начинаете вы делать. То есть у вас разум будет открываться, сердце будет открываться, вы будете видеть, а, Бог есть Творец. Знаете, Он все хорошо сотворил, все хорошо, все прекрасно. Мы не можем изъян найти в природе, да, все работает, все хорошо, все служит Творцу. Поэтому мы должны сперва знать, что Бог есть Творец. Это первый урок, что есть Евангелие, суть Евангелия. Пусть Бог откроет ваше сердце, просто найдите Слово Божие, найдите Евангелие, найдите Библию, начинайте читать, пусть Бог откроет вам свою сущность, как Творца. Бог да благословит вас. Аминь.